Итак, алгоритм Астар и алгоритм Дейкстры не приспособлены для поиска минимального по весу пути в графах с отрицательными весами. В оставшейся части лекции мы разберем алгоритм Флойда Уоршалла, который делает это для каждой пары вершин. Именно задача ставится следующим образом. Нам нужно посчитать матрицу D размера n на n, такую, что D это й равно весу минимального по весу пути из i в й. Алгоритм, сразу же забегая вперед, я скажу, что будет работать за время O от n куб. Поэтому есть смысл использовать другие, возможно, представления графа, нежели представления через списки смежностей. Тем более, что нам будет всегда доступна n квадрат памяти, как минимум потому, что выход, то есть матрица D, которая получается в результате, уже занимает n квадрат памяти. Здесь приведен пример, некоторый граф и его матрица смежности. Я просто, чтобы напомнить, что это такое, урграф, и на пересечении итовой строки йотово столбца стоит вес на ребре из итого вершины в йотую вершину. Как я уже упоминал, в графе с отрицательными весами возможна ситуация, когда можно из одной вершины в другую проложить сколь угодно малый путь, путь сколь угодно малого веса. Такое получается на самом деле только в случае, если в графе есть цикл с отрицательным весом. И это несложно показать, подумайте, может быть поставьте на паузу, почему это так. Поскольку мы будем искать путь минимального веса среди всех пар вершин, нам важно наложить условия на граф, чтобы не была такая ситуация, когда у нас некоторые пути могут быть сколь угодно малы. Поэтому мы накладываем условия, что в графе нет циклов с отрицательными весами. Одно важное замечание, которое следует из того, что нет циклов с отрицательными весами, состоит в том, что для любых двух вершин s и t всегда существует путь минимального веса из s в t, в котором ни одна вершина не повторяется дважды. Легко это показать от противного, если есть путь, в котором вершина повторяется дважды, то получается, что в пути есть цикл, и этот цикл не отрицательного веса. Поэтому этот цикл из пути можно убрать, и путь уменьшится, и в нем не будет повторяться вершина. Рассмотрим сначала первый подход, который приходит в голову при рассмотрении этой задачи. Можно заметить, что матрица смежности уже является некоторой матрицей d, в которой d и t это минимальный по весу путь, в котором 0 или 1 ребро. Первый подход, который состоит в следующем, что мы просматриваем n итераций, и на итерации k, gk от 0 до n-1, строим матрицу dk плюс 1. Здесь она обозначена такая, что dk плюс 1 и toyota это вес минимального и j пути, в котором число ребер не превосходит k плюс 2. Ну, например, когда k равно 0, то мы считаем в d1 веса минимальных путей, в которых не более двух ребер. Изначально d0 это матрица смежности, или по-другому матрица весов минимальных по весу путей, в которых количество ребер не превосходит одного. Этот путь, оказывается, приводит к подсчету матрицу минимальных путей d, но он неэффективен. Почему? Очевидно, как можно перестроить dk плюс 1, имея dk, нужно просто для каждой пары i и j выполнить следующую формулу. Посчитать минимум от dk и j и dk и h, прибавить вес ребра от h до j для всех ребер h и j. Сейчас поставьте на паузу и постарайтесь подумать, за сколько времени будет работать такой алгоритм. Так, время получается n в четвертой степени. Как я сказал, мы хотим n в кубе. И получается, что этот алгоритм не очень эффективен. Оказывается, можно лучше. И ключевая идея алгоритма Флойда Уоршалла состоит в следующем. Мы также будем итеративно за n итерацией строить матрицы, но эти матрицы будут определены по-другому. Алгоритм будет проходить n итерации k от 0 до n минус 1. И на k этой итерации будет считать матрицу dk плюс 1, которая определена следующим образом. dk плюс 1 от i и j равно весу минимального i и j пути, в котором все вершины, кроме первой и последней, быть может, принадлежат множеству 0,1k. Да, очевидно, что d0 тоже удовлетворяет этому условию, где d0 — это матрица смежности. Я бы сказал, что идея алгоритма Флойда Уоршалла довольно нетривиальна. Но если вы знаете вот эту мысль о том, что нужно считать минимальные по весу пути, которые проходят через первые k вершин, то довольно несложно потом написать сам алгоритм Флойда Уоршалла. И как мы видим, это на самом деле очень простой в реализации алгоритм. Как считать матрицы dk плюс 1, если нам известна, например, матрица dk? Здесь наверху я написал, чтобы это было перед глазами, определение ячейки dk плюс 1 и j. Возможно, два варианта. dk плюс 1 и j — это может быть минимальный по весу путь, который не содержит вершину k. Либо же минимальный по весу путь из i и j, проходящий по вершинам 0, 1 и так далее, k, это путь, который содержит вершину k. В таком случае он состоит из двух путей. Путь из i в k и путь из k в j. И оба эти пути содержат только вершину от 0 до k минус 1. Из этого определения очевидно, что по матрице dk матрицу dk плюс 1 можно пересчитывать следующим образом. dk плюс 1 и j равно минимуму из dk и j. Этот член соответствует ситуации, когда путь из i в j, содержащий только вершины из 0 и так далее до k, содержит на самом деле только вершину от 0 до k минус 1. И такой только путь минимален. И второй член dk и k прибавить dk к j, который соответствует случаю, когда минимальный по весу путь из i в j, содержащий только вершину от 0 до k, проходит сначала из i в k, а потом из k в j. Сейчас постарайтесь подумать, сколько по времени работает алгоритм Флойда Уоршалла. Ну и несложно сообразить, что на самом деле он работает за время n куб. Сколько памяти ему нужно? Нам фактически нужно в итоге посчитать матрицу dn. Нам не нужны все промежуточные матрицы d0, d1 и так далее. Поэтому легко сообразить, что хватит 2n квадрат памяти. То есть нам всегда нужно хранить предыдущую матрицу dk и текущую матрицу, которую мы сейчас считаем, dk плюс 1. Но на самом деле можно заметить, что память можно еще немножко оптимизировать на константный множитель. Можно хранить только одну матрицу. Фактически мы начинаем с матрицы смежности d0 и прямо на месте, прямо в этой матрице смежности пересчитываем матрицы dk, dk плюс 1, dk плюс 2 и так далее. Пока в итоге после этой итерации мы не получим результирующую матрицу расстояний. Я не буду сейчас подробно разбирать, почему это так, но можно просто заметить, что на самом деле dk и k равно dk плюс 1 и k и dk kj равно dk плюс 1 kj. Так что если раньше мы уже пересчитали во время работы алгоритма какую-то ячейку dk и k, так что она уже содержит значение dk плюс 1 и k, то оно на самом деле не поменяется. И когда мы будем считать значения dk плюс 1 и j, справа минимум будет тот же самый. И из всего этого получается очень простой алгоритм. Очевидно, что этот алгоритм работает за время OATN куб. Здесь я предполагаю, что бесконечность, прибавить любое число, это бесконечность. В настоящей реализации, конечно, нужно явно в коде как-то прописывать с какими-то условными выражениями, что если одно из значений равно плюс бесконечность, то не нужно считать сумму, а нужно положить, что здесь в минимуме плюс бесконечность. На этом все, спасибо.